Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не смогла сохранить границы между работой и личными отношениями, что теперь делать? Ну, что делать, чтобы что? Если вы не смогли сохранить границы, значит вы не отследили свое желание. Или свое психоэмоциональное состояние. Не отследили, не выразили. Вот и результат. До сегодняшнего дня я надеялась, что смогу сама решить и разобраться в своей проблеме, потому что не люблю показывать свою жизнь. Вот, понимаете, здесь двоякая немножко история. С одной стороны, вы, конечно, имеете полное право на неприкосновенность частной жизни. И никто, ну, никто не оспаривает это. Но, с другой стороны, делиться хотя бы со своими близкими людьми, С своими друзьями, родственниками, теми, кто адекватно может на это отреагировать, конечно. На мой взгляд, необходимо. Потому что так, таким образом, вы придаете реальность и другой смысл тому, Что с вами происходит. Вот. То есть, если вы ничего не выражаете, Или очень редко это делаете, редко выражаете что-то, То вы находитесь, к сожалению, в таком случае в чём-то наподобии... Иллюзий. То есть, вы находитесь в чём-то наподобии иллюзий. И, само собой, нахождение в иллюзиях, ну, это не очень хорошая, я бы сказал, деструктивная история. Потому что, к реальности, это отношение никакого не имеет. Вот. Кроме того. Кроме того. Кроме того. То, что вы не любите показывать свою жизнь, как вы говорите. Хотя, что значит показывать свою жизнь, да? То есть, тут есть нюансы некоторые. Говорит о том, что вы, вероятно, как-то вот в себе немножко не уверены, да? Как-то вот, может быть, в себе сомневаетесь. Ну, где-то в чём-то в себе сомневаетесь. Вот. Ну, боитесь, может быть, там, какого-то осуждения, например. Боитесь, может быть, там, какого-то, допустим, какой-то реакции. То есть, вот, очень, это очень похоже, в общем и целом, на то, что вы себе не доверяете. К сожалению. То есть, вот, как-то про это здесь, на мой взгляд. То есть, это вот такое, ну, такое желание защититься, да? Такая вот, получается, там, потребность защититься от чего-то извне возможного. Вот. Она, эта история, очень может быть как раз про, вот, какую-то уязвимость. С этой уязвимостью тоже нужно работать, потому что она на вас влияет. Дальше. Значит, без профессиональной помощи мне уже не обойтись. То, что вы получаете сейчас, это не профессиональная помощь. Я занимаюсь фрилансом, работаю в этой сфере. С моими заказчиками у меня всегда чисто деловые отношения, никогда не лезу в их жизнь. Ничего личного мы с ними не обсуждаем. Для меня это табу. 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 Любое табу не вырастает на ровном месте. То есть, это нужно понимать, что любое табу – это история про инверсию, история про контроль, история про зажатку, история про несвободу. Потому что с одним человеком вам может хотеться что-то обсудить и как-то сблизиться с другим человеком. Вам, естественно, ну, может не хотеться. Но, когда вы всех людей, по сути, под одну как бы гребенку гребете, да, это больше история про… Опять же, история больше про страх, история больше про неуверенность, история больше про… Ну, про что-то вот такое больше. Поэтому здесь я вижу элемент контроля, здесь я вижу элемент защиты. То есть, ну, такая вот попытка себя защитить, желание, стремление себя защитить. Вот, да, конечно, конечно, вопрос заключается в том, от чего, да, то есть, от чего я себя защищаю, вот, то есть, от чего мне нужна защита, почему для меня это табу, с чем это связано, вот, что для меня это табу, но похоже на контроль, повторюсь. Вот, и контроль, если это контроль, он практически всегда из страха возникает. Вот, поэтому, конечно, 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 тут нужно тоже разбираться, с чем связана вот такая несвобода. Ну, вот, значит, как бы, ваш покорный слуга, да, так же, как и вы, работает с людьми, но такого табу у него нет, и никогда, 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 вот уже восемь лет я работаю, никогда мне это не мешало. Никогда. Ну, вот, обсуждение каких-то моментов и так далее. Вот, флирт, да, флирт, действительно, нет, потому что флирт, это, на самом деле, несколько другое, на мой взгляд. Вот, поэтому флирт, это, действительно, история, история очреватая, и, ну, действительно, это лично, лично было бы флирт, если вот, как-то говорить об этом. Вот. А, но, в остальном, в остальном, никаких проблем я здесь не вижу, наоборот, что помогает выстраиванию отношений. Мы всегда общаемся вежливо и дружелюбно, но не переходим к границам. Знаете, во-первых, границы кого? У всех людей разные границы, вы здесь говорите только про свои границы, которые, получается, достаточно ригидные, жесткие. И, при таком подходе, скорее выстраиваются формальные отношения. Вас это может устраивать, но, повторюсь, тут есть элемент контроля и неестественности. Дальше, я профессионал в своей сфере, не смешивая личность с работой. Это неплохо, но если вы нарушаете, если вы касаетесь личной жизни, это не означает, что вы смешиваете профессионально и лично. Вот. Смешиваться профессионально и лично, тогда, когда через профессионально, я пытаюсь добиться какой-то личной цели. Вот это вот смешивание. В личной жизни я недавно развелась с мужем, пока решил мне заводить отношения и есть ребенок до 4 года. Развод это травма, ее необходимо пережить, вот, прожить. И, соответственно, вам в этом требуется помощь. Год назад у меня появился заказчик, с которым мы очень хорошо сработали. Через пару месяцев сотрудничество вдруг начало со мной флиртовать по телефону и приглашать меня приехать в его город. Мы из разных городов, потом мы часто виделись в видеоконференциях. Понимаете, вот флирт внезапный, да? Ну, что называется, ни с того ни с сего. Флирт, ни с того ни с сего. Флирт, ни с того ни с сего, это история, к сожалению, не про симпатию. Флирт, ни с того ни с сего, это история про ситуативную потребность. Это очень важно понимать. То есть флирт, ни с того ни с сего, это про потребность человека. Ну, хорошо это или плохо, мы сейчас, как бы, мы сейчас не говорим об этом, вот. Поэтому, поэтому, вот как вы интерпретировали его флирт? Я не знала, что ему ответить, приводила всю шутку, игнорировала. Правильно, потому что вы с этой своей частью личности не знакомы. Как раз таки из-за контроля. Контроль не позволяет человеку реагировать на естественные вызовы на его пути. Тем более я знала, что он женатый, у него есть ребенок. Я вообще не воспринимал его всерьез. Нам не нужно было поддерживать деловые и дружеские отношения, поэтому я сохранял нейтралитет. Ну вот, опять же, вы говорите, что вы не воспринимали его всерьез. Сейчас я понимаю, в каком ключе, в плане мужчины, но при этом вы воспринимали его всерьез как партнера. Это дихотомия, потому что получается, что вы воспринимаете всерьез человека как мужчину только с точки зрения серьезных отношений. То есть, вы готовы только на серьезные отношения. То есть, опять же, здесь про контроль, здесь про гарантию. То есть, так вы компенсируете внутреннюю неуверенность в себе. Вот эта вот история про несерьезные отношения. Так прошло полгода. Вдруг он на разговоре сказал, что развелся с женой, а теперь абсолютно свободен. Намекал, что не хочет быть один также в шутливой форме. Говорил, что готов приехать встретиться со мной. Опять же, опять же, вдруг в разговоре сказал, в счастливой форме сказал. То есть, это вот история про ситуативную потребность человека. Тут моя оборона чуть-чуть ослабла, я тоже начал с ним флиртовать. Обратите внимание, вы говорите оборону. Это защита. Защита нужна, когда есть внутренний конфликт. И чего с чем? Дальше, что вы сделали для того, чтобы оборона ослабла? Как вы относитесь к тому, что вы начали с ним флиртовать? На мой взгляд, это не было флиртом. На мой взгляд, это была инвестиция. В будущее. Потом втянулось. Опять же, что это значит? А это значит... Это значит... Что вы начали удовлетворять свою потребность в чем-то через флирт. По сути. Потому что потребность была не удовлетворена. Что это за потребность? Почему она не была удовлетворена? Знали ли вы о ней? Об этой потребности. Большой вопрос. Ну, собственно, это очень важный вопрос. Потому что вы говорите, что решили отношения не заводить, а тут же говорите, что втянулись. Ну, получается, ваше решение не является выбором. Ваше решение является вынужденной мерой. То есть жертвенной. Я подумал, почему бы нам не общаться. Вот так легкий ненавязчивый флирт потом начал ревновать, когда я говорил про других мужчин. Типа не стоит с ними общаться, он ревнует. Потом он вдруг резко пробовал. Да, как вы относитесь к тому, что он начал вас ревновать? Я думаю, что вам было приятно. Далее он пропадает. Перестал звонить и писать. Хотя до этого звонил каждый день, даже выходные. Я жила, нервничала, переживала. Прежде, что вы за работой, потому что надо было решать деловые вопросы, а он не выходил на связь. Писал кратко, что заняты у него проблемы. Вы переживали за работу. Очень важно здесь разобраться. Разобраться как именно? Понимаете, если клиент, я вот не знаю, клиент это ваш или кто, но если клиент работу приостанавливает, то и вы приостанавливаете эту работу, просто не занимаетесь ею. Как бы. Вот. То есть для меня здесь, честно говоря, не совсем понятен вот этот момент, где вы пишете, что вы пересылали за работу. То есть человек вам, ну как бы, деньги уже заплатил за работу, которую вы, собственно, выполняли с ним выполняли с ним или как. То есть вот какая-то такая история здесь, ну на мой взгляд скромная. Вот. Поэтому, честно говоря, это вот не совсем понятно, не совсем очевидно. Вот. Из-за чего переживали-то вообще? Не в смысле того, что переживать не из-за чего, нет. А в смысле того, из-за чего, по факту. И не обманываете ли вы себя, говоря о том, что переживали только из-за работы. То есть это опять же, что называется, ваши показания немножечко расходятся. Вот. Дальше. Ну, значит, потом позвонил и сказал, что проблема в другом бизнесе пока не может общаться. Я должна была все вопросы решать сама. Ну, опять же, как вы к этому отнеслись? Так, после два месяца я сильно нервничал и не удержалась. Написал ему сообщение, что это бизнес, мы должны контактировать, решать вопросы. Вот опять же, да, вы говорите, не удержались. Что это значит? Раскройте это, пожалуйста. Что значит? Удержались. Что здесь был за внутренний конфликт. Из-за чего нервничали и переживали. Я не думаю, что что здесь пробьют. Вот. То есть, понимаете, да, чем сильнее контроль, тем с большей интенсивностью он теряется. Дальше. Он не может меня вечно игнорировать, что бы не случилось. Ну, это уже претензия. После он появился, начал писать звонить. Я спрашивал, это никак не связано со мной, он отвечал, что нет. Это ваша неуверенность в себе и низкая самооценка, вероятно, из-за развода. В последнее время я понимал, что стало зависимо от него этой работы. Как? Как именно зависимо? То есть, зависимо в чем? Зависимо, что это ведь про потребность, про какое-то состояние. Какое состояние вы испытываете? В чем ваш кайф? Так же я понимаю, что я ему не нужна. Ну, извините, я не хочу вас не обнадеживать, не расстраивать, но это только ваши мысли. К человеку это не имеет отношения. Недавно хотел поговорить с ним откровенно. Про что? О чем? В разговоре он дал мне понять, что я слишком эмоционально реагирую на все. Вероятно, это правда, потому что вам все это было сказано в счастливой форме. Многие вещи мне просто кажутся. А вы как сами думаете, они вам кажутся? Думаю, если бы я начала говорить дальше, ответ был бы примерно таким, мне это все показалось. Вполне возможно. Вы не допускаете сами такую мысль, что вам это все показалось? Правда. У него нет никаких эмоций ко мне, я это чувствую. Вы не можете этого чувствовать, это ваша проекция. Думаю, у него есть другая женщина или жена. Это низкая самооценка. Вас говорят. Потом я решил, что нужно опять откатиться назад, и без себя по деловому будто ничего не было. Но это тяжело, думаю, я в зависимости. А тяжело из-за чего? Давайте вот разберемся, что именно тяжело. Чего вам хочется? Вы об этом не говорите, на глобальном уровне вам чего хочется. Поэтому мне нужен совет или рекомендация. Советов психологи не дают. Рекомендация только одна. Пойти на психотерапию. Работу оставить не могу, еще рано, мне нужно закончить проект. Это оправдание. Это оправдание для того, чтобы не терять источник кайфа. Не более того. У меня начались проблемы со здоровьем. Бессонница, главное боли, а пью успокоительный. Серьезную проблему свою личную вы решаете. Только вопрос в том, какой. С другими мужчинами общаться не могу, никто не интересует. Я как зомби, помогите. Окей, поможем обращаться. Почему он со мной так поступает и общается? Зачем с какой целью? На эти вопросы Екатерина психологи не отвечают. Мы не обсуждаем третьих лиц. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. До свидания. Доброго.